всем привет девочки делаем макияж на дачу сегодня суббота едем на дачу и поэтому легкий такой хочу сегодня не яркий знаете трэш макияж а какой-нибудь легенький очень хорошей палеточкой от катрис вот тут пять цветов такая в лавандовом оттенки прекрасная палетка очень рекомендую ничем не пахнет потому что она можно сказать для начинающих такой дневной макияж всегда красивый получается прям вот если кто любит там дымку какую-нибудь то это для вас очень хорошие оттенки не только оттенки а хорошо рассушевывается никаких ляпов не делает то есть рекомендую рекомендую так ну что начнем с чего во первых я не буду использовать тональный наверное потому что все-таки еду на дачу не хочу утяжелять ну начнем с глаз глаза все равно я вместо базы использую консилер для корректоры консилер все в одном два в одном от эвелин я не знаю какой у меня номер а у меня номер 5 а нет это не номер номер 08 08 номер вот он такой серовато белый у меня был когда-то в желтизну уходящий вот я люблю так высветлять просто вместо базы немножко я растушевываю пальчиком теперь припудрим это все пудра у меня мэйбелин fit me она как бы набираешь набираешь ее она не дает ни цвета просто чуть-чуть так матируют я наношу это больше на брови чтобы потом фиксировать брови вот такой ответ бен сабо тушью для бровей в оттенке 01 мне тут нравится очень кисточка она такая маленькая тоненькая я мало где в каких-то гелях или тушах видела вот такую именно тоненькую миниатюрную кисточку для моих брови самое то сначала я как бы фиксирую в одну сторону чтобы потом уже буду укладывать систему что так сказать потому что у меня очень редкие как наверное просто выщипывала детстве в молодости да вот пока оставим так сейчас все это возьмется и мы потом сделаем вторым слоем ну и переходим к наши палетки тут какие у нас вот этот серебристый такой чуть-чуть оттенок вот этот в растушевку я кладу обалденный цвет просто мягкий это тоже чуть-чуть шиммером тоже очень красивый цвет посмотрите какой прям это темный можно углублять и последний вот это такой тоже красивый но я его очень редко использую итак берем палеточку и начинаю я всегда с растушевочного такого цвета ну во-первых подбровка можно и пудрочки нанести и в складку растушевочный берем вот этот нейтральный пушистой кисточкой этот макияж можно даже без зеркала в камеру делать конечно я буду подглядывать просто я хочу сейчас вот видите цвет даже уже до шикарно внизу такой толстый большой пушистой кисточка не стоит наверное чтобы это растушевочный чуть-чуть можно вывести туда если не боимся мы не боимся потому что это очень такие щадящие цвета и я тем более на дачу берем кисточку по плотней я вообще рекомендую вот если кто не хочет много кисточек покупать вот у меня не очень много кисточек хотя я делаю макияж каждый день вот сейчас я просто вытираю кисточку не успела вымыть вообще рабочие мои кисти это три кисти значит вот с этой я начинаю всегда это пушистенькая такая всегда это фирма или марка н.1 начинаю просто растушевываю как бы на консилер накладываю потом вот это у меня рабочая кисточка шикарная бюджетная от вэлари я ее покупала в улыбке радуги значит здесь набитая такая скошенная это шикарно подходит вот прямо в складочку вот сюда в уголок я прям так ставлю и потом растушевываю вот это подходит и для нижнего века и чуть-чуть акцентик ставить и уже чтобы растушевать на самом подбровном пространстве я использую вот такую кисточку она тоже набитая такая но она у меня всегда как бы чистая просто по веку растушевываю и тут вот это очень хорошая кисточка она отдельно не продавалась она продавалась в палетке смешбокс вот смешбокс уже наверное лет 10 вот и кисточки лет 10 но она меня вообще не подводит и здесь скошенный такой такая кисточка скошенная плотно набитая для стрелок так ну и теперь мы берем вот эту скушенную самую такую рабочую кисточку и набираем сначала вот этот цвет чтобы положить его как бы в центр яблочко да все это у нас будет основной цвет даже не в центр а можно по всему подвижному веку а чтобы больше цвет передавался можно просто пальчиком и будет побыстрее потому что дача это дело такое никто тебя ждать не будет не успела накраситься выходи на улицу просто нас сестра везет всю семью семейку так и теперь не побоюсь тоже это растушевочной такой кисточкой беру вот самый темный оттенок просто приложила и сейчас будем просто делаю уголок затемняю никаких стрелок в этом макияже не будет просто делаю по чуть-чуть сейчас будем дальше думать куда вывести это темный тоже видите он не совсем прям темный то есть он становится темным если наслаиваешь наслаиваешь главное вовремя остановиться в складочку можно использовать оба оттенка чтобы как бы не темный получился можно вот этот этот чуть-чуть перемешать и уже в складочку вот мне не хватает углубить углубление я набираю еще темный оттенок и складочку вот так выходит но давайте а нижняя пока проработаем века я думаю использовать вот эту часть кисточки да такую полукруглую набитенькую и беру на начну с темного оттенка будем его растушевывать растушевывать буду этой части кисточки можно вот это взять а можно перемешать цвета обалденный я не знаю очень нравится это гамма если вы заметили если меня подписывайтесь девочки видели мои видео я вообще не боюсь никаких цветов до в тенях использую подходит мне не подходит я думала зеленый мне не подходит а он подходит короче макияж под настроение вот и теперь мы уже берем нашу для растушевки кисточку чистенькую и верхние границы просто подтушевываем я чуть-чуть увожу как бы растушевку чуть-чуть вбок тут нет особой такой растушевки чтобы там ее уводить вот видите просто такая дымка если кто хочет углубить так скажем да то можно вот либо стрелочку сделать вот этим темным оттенком то есть весь макияж можно сделать данные одной палеточкой очень рекомендую очень она мне нравится от catrice теперь мы бровки можем сделать по второму как бы разу но я люблю использовать например чтобы брови были чуть-чуть например пошире можно использовать те же тени а тут не настолько фиолетовый этот данный оттенок такой серенький то есть можно в брови добавить и никто не заметит зато брови станут такими какой-то цвет будет какой-то вот и поверх уже можно тушь его уже я выстраиваю ну как форму просто направление даю волоска ну теперь мы накрасим ресницы меня неизменно тушь кабаре премьер от и вен сабу тоже что мне счет людей а собу а для бровей вот сейчас я накрашу реснички и накрасила ресницы и забыла можно использовать еще в уголочек глаза только чисто кисточкой девочки у меня все темные все сегодня надо кисточки мыть ладно давайте попробуем мизинчиком вот этот белый перламутровый оттенок чуть-чуть так что мы делаем с лицом так как так как лето санкт-петербурге а я живу санкт-петербурге зовут меня наташа мне 46 лет что мы будем использовать есть у меня такой надо уже закончить его тоже от к 3 сегодня у нас прямо макияж практически катрисовый очень хороший корректор плотненький но нагло под глазки я не советую его консилер написано он прямо очень плотный для консилера он в оттенке 10 у меня тоже такой серо светлый потому что у меня серый есть такой бледнолицей я так скажем до серо лиц и и буквально точечно вот у меня здесь звездочки тут уже совсем его не осталось надо его прикупить на подбородке вокруг у тут крылья носа и все так можно пальчиками растушевать я его как-то растушевывала спонжем влажным не очень красиво он там проседает в поры а вот если пальчиками то очень хорошо так у меня вот на этих местах у меня принципе не синяков как бы таких нету да хотя я вот прям у меня тонкая кожа и слава богу нету знаете синих синячков под глазами ну вот есть конечно чуть-чуть но не так критично вот сейчас у меня ничего не положила я под глаза вот им хоть у меня очень тонкая кожа у меня вот венки прямо все видны ну вот чуть-чуть под глаза я пока что использую вот такой консилер атлетуаль очень такой увлажняющий очень удобная кисточка там очень много оттенков этот у меня оттенок 402 такой тоже он выбеляет видите серовато он очень вот уже закончился надо новый купить очень такой тоненький структуры его такая мягкая тоненькая и он прямо можно положить и он сам впитается и даже не надо растушевывать вот я им пользуюсь чуть-чуть под глазки можно так я поверх потому что пудра еще не пользовалась и контур губ да я всегда делаю контур губ ну не знаю так уж молодостями не знаю как то так повелось вот потому что у меня как бы не маленькие губы так скажем но контур их не четкий и поэтому когда я накладываю карандаш рисую карандашом то мне нужно чтобы контур был выбелен но вот смотрите под глазки вот он буквально сам впитался вот если я сейчас губы оставлю так надолго но нет времени он сам у меня и растушуется так теперь нужно зафиксировать это все пушистенькой кисточкой у меня это от эльфа я помню как-то первая моя по моему покупка была в интернете бюджетная по моему кисточка эльф это не так дорогая да не такая дорогая фирма очень очень было это давно больше десяти лет наверное тому назад но я не не вылезает ничего мягкая и достаточно она плотная то есть даже для пудры мне кажется она плотно плотненькая но это и хорошо тем более такая пудра у меня знаете я уже говорил она ну вообще не видно я помню когда была реклама вот это fit me так и ее и позиционировали что это пудра для тех кто занимается спортом то есть она матирует но цвета как бы как такового не дает то есть тоненькая хорошая и она не кончается мне я вот не знаю сколько ей уже два года точно есть так конечно же я всегда делаю в макияже это мое самое любимое место в макияже наношу бронзер очень мне нравится очень давно как-то я это попробовала просто помню пошла на работу когда еще то ли в декрете было и там девочка работала помоложе меня так скажем и у нее прям было загорело очень лицо прям явно загорелая я поинтересовалась говорю ты в принципе не очень такая загорелую так было красиво прямо у нее вот она такая щекуденькая была ну и сейчас есть но мы не общаемся вот очень хорошая девочка но она темненько у нее длинные волосы черные прямо и вот у нее вот этот я нам не показала вот такую большую палетку не палетку округ ну да круглая такая палетка бронз не помню какая фирма но я помню даже ее покупала и она открывает а у нее прям такой рыжеватый и вот она все это лицо она мне объяснила все лицо потом выделяю скулы и после этого меня как подменили я теперь вот люблю именно даже эффект такой от бронзера чтобы он прям виден был девочки попробуйте кто не считает это я даже румяна не наношу считает от бесполезным попробуйте просто сразу лицо форма лица совсем меняется и какой-то во-первых свеженький такой вид приобретает лицо я люблю прям чтобы это видно было что я намазюкалась вот но я думаю достаточно потому что в камеру еще шейку камеру съедается цвет а на самом деле уже цвет давно есть так родные поймут меня даже на дачу едут ну и так как у нас таки такой светлый макияж глаз то помадка должна быть поярче наверно есть у меня помадка от его мозаик в оттенке 022 я ее называю помада из двухтысячных до двухтысячный это получается да так карандашиком я буду пользоваться потемнее которые от релуи номер 4 давайте я сразу сводчики буду делать значит карандашик помадка видите она такая фиолетовая лавандовая и если нужно будет усугубить цвет у меня такая помадка есть от мэбелин в турции покупала вот недавно месяца два назад там в турции нету пробников я взяла наугад вот такой цвет вот вот это гамма сейчас мы из этой гаммы будем делать макияж губ попробую просто вот эта помада стойкая очень я помню я ее купила специально чтобы ходить на пляж потому что у меня не было макияжа глаз я хотел какой-то яркий акцент и я помню я утром и ее накладывала и до обеда так сказать она у меня оставалась или до ужина итак начинаем с карандашик а такой приглушенный я даже захожу за контур потому что он не яркий этот карандаш и очень хорошо за контуром себя ведет себя ведет так ну что теперь помадка его мозаик на камере она съедается а в жизни она прямо ого-го яркая так ну и теперь можно куда-нибудь может быть серединку но тогда получится что надо было наоборот ей а этим сделать акцент ну попробую по контуру и положить если сейчас получится уже так и как-то так очень жаль что на камеру она так приглушённо выглядит жизнь она очень яркая может быть другой мне как-то фильтр усилить вот но наш макияж готов сделаю что-нибудь с прической может быть ничего не буду делать потому что на дачу едем заколю может быть как-то вот желаю вам хорошего настроения позитив чека подписывайтесь пожалуйста на меня ставьте лайки пишите мне вот на этом канале сами видите очень такие легкие быстрые макияжики параллельно я болтаю что-то рассказываю показываю аутфит если это в офис сейчас не буду показывать вот очень рекомендую эту палеточку всех целую всем пока